В Екатеринбурге участились случаи мошенничества с арендой жилья. Прежде стараются быстро снять комнату или квартиру, не обращая внимания на документы и даже не подписывая никаких бумаг. При этом деньги дают авансом, а через несколько дней остаются без жилья и без денег. Один из пострадавших обратился к нам в редакцию. Екатерина Деменчук попыталась помочь, а она расскажет, как не стать жертвой. Двери съемной комнаты перед Евгением захлопнулись внезапно. Пока его не было дома. И все свое у него теперь с собой. Так двое суток мужчина ходит на работу в спортивном костюме и ночует, где придется. Вещи закрыли под замок хозяева квартиры и вымогают 4000 якобы пропавших рублей. Он объясняет это тем, что девушка, которая ко мне приходила, зашла к ней в комнату, пошарилась по их полкам. Он, видимо, потерял эти деньги или пропил и решил с меня эти деньги взять. Взять самих владельцев квартиранту нечего. Под одной крышей они прожили полтора месяца. Но до заключения договора, говорит Евгений, руки не дошли. Зато теперь хозяева проявляют юридическую грамотность под прицелом телекамеры. Подобных историй не только в Екатеринбурге, но и по всей стране тысячи. Сегодня в интернете можно найти десятки объявлений об аренде жилья. И тут, как ни крути, можно запутаться. Вот и получается, что поиск жилья больше напоминает азартную игру. Здесь как повезет. Можно нарваться на недобросовестного хозяина или агента, или просто попасться на удочку мошенников. Ну а чтобы выиграть, найти тот самый надежный вариант жилья, для начала многим придется по-крупному проиграть. Чтобы не остаться в долгах и на улице, специалисты советуют не доверять, а проверять. Обязательно заключать договор, где подробно оговаривать все нюансы, вплоть до стоимости имущества в квартире. Но главное – никогда не отдавать деньги вперед. Самое главное – это как раз исполнение определенных требований, правил. Первое – не платить вперед денежные средства непонятно за что. Второе – убедиться, что вы разговариваете с собственником, и вы заключаете непосредственно с ним договор. И третий момент – заключить договор на тех условиях, которые для вас приемлемы. Защититься от мошенников поможет и общегородская база недвижимости. В ней только проверенные варианты. Ну а тем, кто уже попал в ловушку своего арендодателя – прямая дорога в полицию. Даже если на руках нет козыря, документов. Можно попросить все-таки предъявить какие-то свидетельские показания. Если будут свидетелями соседи, которые видели вас, что вы в этой квартире проживаете, других лиц, которые могут подтвердить в суде, именно выступить свидетелями о том, что вы заключали, пускай устно, но какие-то договаривались об аренде квартиры. Правда, разбирательства могут затянуться. Поэтому эксперты советуют решать такие проблемы до суда. Евгению повезло. В присутствии участкового ему все же удалось забрать вещи. Говорит, этот урок запомнил на всю жизнь. Верить теперь будет только документам, а не чужому слову. Екатерина Деменчукова, Калупаев, Алексей Богданов. Новости 41 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...